Эфир нашего телеканала продолжает автограф дня. Добрый вечер. Я Алексей Шемякин и мои коллеги готовы рассказать о наиболее заметных событиях среды 26 июня. Региональный фонд капитального ремонта отчитался перед правительством области за свою работу в прошлом году. Цифры впечатляют. Но что в планах на 2019-й? Мульти-стобальники. Сколько таковых в Архангельской области по итогам сдачи ЕГЭ? И как чествовали лучших выпускников школ в Северодвинске? Раздельный сбор мусора в отдельно взятом детсаду. Воспитанников подснежника с измальства учат, что и куда складывать. И побываем на родине морехода Семена Дежнева в Пинежском районе. Версию о том, что это так, впервые выдвинули в 1973 году. Но споры идут до сих пор. И вначале у губернатора Архангельской области теперь есть заместитель по инвестициям. Новые должности, предложенную кандидатуру, сегодня утвердили парламентарии региона. Какие еще вопросы обсуждались на заключительной перед летними каникулами сессии, расскажет Алексей Карельский. Очередная сессия областного собрания началась с назначения. Депутаты согласовали кандидатуру Алексея Никитенко на должность зама губернатора по инвестиционной политике. С 2002 года Никитенко работал в исполнительных органах власти Калужской области. Курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ и инвестиций. При его непосредственном участии Калужская область смогла привлечь более 980 миллиардов рублей, создав свыше сотни современных предприятий. К слову, о предпринимателях, теперь же местных. Депутаты решили ослабить для них налоговое бремя. Во-первых, это коснется тех предпринимателей, в первую очередь, безусловно, это малосредний бизнес, который работает на упрощенной системе налогообложения. Это доходы минус расхода и налоговая ставка, которая сегодня 15%. И понимая, в какой непростой экономической обстановке сегодня работают именно представители малого бизнеса, мы ее снижаем с 15% до 10%. Что решили повысить, так это ответственность. Прокуратура предложила наказывать рублем граждан, которые курят в общественных местах вейбы. Так называемые электронные системы доставки никотина. И речь в данном случае идет о защите прав и здоровья несовершеннолетних. Законопроектом предлагается распространить эти меры на территории проведения культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, спортивных, при условии участия, естественно, в нем несовершеннолетних лиц. И тех мест, где оказывается медицинская помощь и санитарно-курортные условия. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Говорили о подростках и на правительственном часе. Министр образования и науки Сергей Котлов представил доклад о выявлении поддержки талантливых детей. Концепция работы с одаренными ребятами была принята в прошлом году. Она предусматривает, в частности, развитие интеллектуальной школы созвездия и самой системы обучения. Мы создадим центр по работе с одаренными ребятами. И если говорить о школе созвездия, она работает у нас в очень заочной форме, то мы стремимся к очной форме обучения. И на базе этого центра ребята будут подготовку проходить в течение всего календарного года. За основу проекта планируют взять знаменитый образовательный центр «Сириус» в Сочи. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29. Ключевой блок вопросов на сессии был посвящен региональному бюджету минувшего года, текущего и двух последующих. 2018-й порадовал существенным профицитом. В 3,2 миллиарда по сравнению с 2017-м выросли расходы почти на 5 миллиардов. Деньги пошли в основном в социальную сферу. Держение государственного долга на 5 миллиардов. Рост налога на прибыли, я говорил, что рост собственных доходов на 7 миллиардов рублей. Это говорит о том, что устойчивость экономики уже налицо. В 2019-м прогнозируются дополнительные доходы более чем в 1,7 миллиарда рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также экономии на обслуживание госдолга. Мы направляем средства на поддержку наших сельхоустаропроизводителей, направляем средства на сбалансированность местных бюджетов. Кроме того, мы также резервируем средства на компенсацию платы родителей за посещение детьми детских садов. И отдельно мы еще целый блок поправок направили на то, чтобы направить средства на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры Архангельской области. Отдельный блок средства фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья в этом году увеличил лимиты финансовой поддержки Архангельской области. Сейчас мы вносим изменения в наш оригинальный бюджет, уже предусмотрено на 2019 год, порядка 230 миллионов рублей, это с областного бюджета. И плюс подписано соглашение с правительством и с фондом, федеральным фондом, выделение на первый этап, на первый этап, это порядка миллиарда 800 миллионов рублей. Первым объектом нового этапа программы станет 300-квартирный дом на Московском проспекте в Архангельске. За счет пополнения областной казны удалось увеличить ассигнование Министерству транспорта. 33 миллиона рублей получат районы в связи с изменениями в законодательстве в региональном дорожном фонде. У нас в рамках реализации нацпроектов мы серьезные денежные средства направляем на ремонт и дорог для крупных городов. А вот сельские местности остались на прежних позициях, поэтому сегодня принципиально изменили подход. В настоящее время муниципальное образование по настоящему закону получает 10% от сборов на налоги, от акцизов. Значит, настоящий закон подразумевает увеличение до 20%, поскольку этих 10% естественно не хватает для того, чтобы приводить в нормативное состояние местные дороги. Внесены изменения в правила содержания машин на штрафстоянке. Сейчас человек может не оплатить расходы спецорганизации, которая перемещает и хранит задержанный автомобиль. И ему ничего за это не будет. Сегодня любой гражданин при предъявлении документа про восстанавливающий автомобиль может собраться в штрафстоянке. И получается проблема у этих организаций по взысканию. Им приходится обращаться в суды для того, чтобы эти суммы было взыскать. Поправки помогут привлечь такого неплательщика к ответственности. Ему придется выплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Депутаты законодательную инициативу поддержали. Последняя перед каникулами сегодня была сессия депутатов Архангельской городской думы. Но легкой ее не назовешь. Ряд вопросов принят не был и перенесен на осень. Детали у Артемия Заварзина. Первым делом депутаты погрузились в цифры. Но на этот раз не бюджетные, а связанные с минувшим отопительным сезоном. Больше миллиарда было потрачено на то, чтобы все прошло без сбоев. Отремонтировано 7 километров сетей. Запасами топлива тоже не обсчитались. Но поводы высказать замечания у депутатов все-таки были. Депутаты отметили, что отопительный сезон были проблемы с теплоснабжением в северном округе, в поселке Затон. Также отметили, что нужно тщательно следить за соблюдением графиков и качества выгоустройства территории после проведения ремонтных работ. На подготовку грядущей зиме направят полтора миллиарда. В частности, предстоит заменить 9 километров ветхих теплосетей. Среди больших проектов новая котельная в поселке Затон. Но это уже частные инвестиции. Работать она будет на биотопливе. Вопрос, когда? Городские власти заверяют все в графике. На прошлой неделе был там лично. Встречался с инвестором, который инвестирует в строительство котельной. Получил заверение о том, что все оборудование заказано. Все в изготовлении. Сроки понятны. В июле месяце идет поставка. В июле месяце приедем. Мы будем смотреть, как только оборудование подойдет и начнется монтаж на территории. Но если информацию об отопительном сезоне депутаты приняли к сведению, то вот с изменениями в правилах богоустройства не согласились. Нужна доработка. Например, чтобы понять, какой все-таки высоты должны быть заборы у частных и административных зданий и от каких конструкций при облагораживании территорий у домов лучше отказаться. И если мы его не проработаем, мы в какой-то мере, может быть, незаслуженно кого-то можем обидеть. Это должно быть четко. С теми же заборами непонятно. Надо, значит, какой-то люфт дать, высота, от какой до какой может быть. Надо, значит, указать, что какие заборы уже не требуют сноса. Но к правилам благоустройства депутаты вернутся только на следующей сессии. Как и отопительный сезон, новые заседания городской думы начнутся в конце сентября. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. При составлении новой федеральной программы развития моногородов ждут предложения от муниципалитетов. Об этом заявил Игорь Орлов, который принял участие в заседании комиссии по региональной политике при правительстве России. Новый документ, рассчитан до 2025 года, для Архангельской области – это еще одна возможность привлечь дополнительные деньги для развития семи муниципалитетов, имеющих статус моногорода. Это Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Онега, Северонежск, муниципальное образование Октябрьское и Кизинское. Принять участие в их создании вы имеете право каждый. Дайте свои предложения. Потому что что будет в Северонежском, я не знаю, если этим не займется Северонежск. На реализацию программы развития моногородов в федеральном бюджете запланировано более 57 миллиардов рублей. Продолжаем. Как сделать бизнес успешным? Региональные федеральные спикеры сегодня провели тренинги для предпринимателей области. В Архангельске прошла межрегиональная конференция по интернет-маркетингу под названием «Точки над Е». Уже третья, кстати, по счету. Какие советы давали бизнесменам, расскажем прямо сейчас. Шесть часов интенсива, более 250 участников со всего региона. На третьей межрегиональной конференции «Точки над Е» диалог об интернет-маркетинге с предпринимателями ведут 13 экспертов. Среди них и федеральные спикеры, организатор конференции Агентства регионального развития. Что касается практически пользы, я, мне кажется, предоставил несколько инструментов, полезных хотя бы для самодиагностики предпринимателей, которые ведут сами собственный бизнес. Либо для наемных маркетологов, которые могут с этой помощью своим работодателям показать какие-то новые ходы, подсказки или пути увеличения этой самой прибыли. Для того, чтобы что-то продвигать и использовать какие-то каналы коммуникации, неважно, оффлайн или онлайн, вы должны что-то иметь у себя на руках. Это что-то – это бренд. Сильный бренд, он будет, соответственно, с вашей помощью развиваться хорошо. Но для того, чтобы его развивать, надо его иметь. Формулы привлечения трафика – секреты роста продаж. Поток информации такой, что предпринимателям некогда отвлечься. Связующая идея всех выступлений – вне сотрудничества с интернет-маркетологами, специалистами, которые продвигают продукты и услуги в сети, бизнесу сегодня просто не выжить. В этом году на межрегиональной конференции – нововведения. Например, вместо одной дискуссионной площадки – две, а вход на конференцию для всех участников впервые – совершенно бесплатный. Неделю назад я сама была в Санкт-Петербурге с очередным походом за знаниями, скажем так. И то, что я слышала от ведущих федеральных спикеров, по качеству контента, по подаче материала мы совсем не уступаем. И мне радостно, что наши местные предприниматели, наши интернет-маркетологи, которые сегодня вещают, они на самом деле в рынке. В программе конференции не только лекции, но и практические занятия. Вопросы на свои ответы предприниматели смогли получить здесь и сейчас. Артемий Заварзин, Анна Рязанова, Евгений Зыков, Регион 29. Фонд капремонта отчитался перед региональным правительством по итогам своей работы в прошлом году. Разные виды ремонтных работ завершены в 612 домах на площади более чем в 2 миллиона квадратных метров. Общая стоимость смет – 1,9 миллиарда рублей. Мы показали с нашими подрядными организациями достаточно неплохие результаты. Это свыше 550 домов, которые было отремонтировано. И стоимость выполненных работ тоже достаточно серьезная. Это порядка 1,9 миллиарда рублей. В первый год за период действия регионального оператора такие объемы работ были выполнены в течение года. Особое внимание замене лифтов. В 2018 поменяли 300 подъемников. План этого года – 220 механизмов в домах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Контракты уже заключены. В Архангельской области подводят итоги единого госэкзамена. Первые результаты сегодня озвучили в правительстве области. ЕГЭ сдавали 6800 выпускников. 100 баллов хотя бы по одному предмету набрали 63 из них. Трое выпускников стали мультистобальниками. То есть набрали 100 баллов по нескольким предметам. В их числе Роман Ковалев по итогам четырех экзаменов у него 391 балл. На самом деле я не ожидал таких высоких результатов. То есть я готовился очень долгое время. Но я не думал, что я достигну прям 100 баллов. Это было просто неожиданно. Возможно, мне повезло с самим вариантом на экзамене. Но, может быть, и сказалась подготовка. Романа и других мультистобальников – это Владислав Гусев из Луманосовского лицея и Марк Гожев из Морского кадетского корпуса – сегодня поздравили в правительстве. Сейчас они готовятся поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В региональном Минобре, отмечают выпускники области, стали сдавать экзамены лучше. Результаты достаточно хорошие. Отмечается рост высокобальников. Это те, кто набирают баллы по ЕГЭ от 80 до 99. То есть немножко им не хватает до 100 баллов. Вырос такой уровень по математике профильного уровня со 112 до 248 человек. Список самых популярных предметов по выбору не меняется. Школьники чаще всего выбирают общество знания, биологию и физику. Растет интерес к английскому языку. Также впервые в этом году сдавали ЕГЭ по испанскому. Ну а в Северодвинске сегодня поздравляли золотых медалистов. В этом году получить знак отличия высшей пробы было сложнее, чем раньше. Почему, расскажет Николай Цып. А вот там, смотрите, кто на нижней правой фотографии. Люди на фотографиях в зале славы Северодвинска чем-то схожи с сегодняшними экскурсантами. И те и другие смогли отличиться и попасть в историю. Конечно, заслуги глав администрации, руководителей заводов и почетных жителей более масштабны. Но золотая медаль федерального уровня за особые успехи в обучении только первый шаг. У многих уже большие планы на будущее. Я поеду на стоматологический. Я собираюсь в Архангельск, на стоматологический факультет. Ну, так сложилось, что шаг к этому лежит. Я планирую поступать в Санкт-Петербург, в Горный институт. Каким результатом будешь последствовать? Ну, я выбрал направление нефтедобыча и буду добывать нефтедобычу. Школу Северодвинска в этом году подготовили 956 выпускников. Больше всех золотых медалистов в пятой школе и семнадцатом лицее по шесть человек. Всего в городе 44 золотых медалиста. Это не рекордная цифра. И с рекордами сейчас будет немножко труднее, потому что, во-первых, поменялись критерии. То есть надо иметь не только отличные оценки, но еще и сдать все экзамены. То есть единый государственный экзамен по всем предметам не менее, чем на 70 баллов. Каждого медалиста, выходящего за наградой, поддерживают аплодисментами и родители. Николай и Наталья Чернова воспитывают двух дочерей. Младшая Алина пока в пятом классе, а старшая Виктория сегодня заставила собой гордиться. Говорит, целью были дополнительные баллы при поступлении. В большинстве вузов дается по пять баллов за золотую медаль. В каких-то конкретно дается восемь, в каких-то десять. В Москве почти в каждом вузе пять баллов добавляется, что достаточно. Алина тянется за ней, тянется, конечно. Пока на 4,5, но в дальнейшем будем. Я надеюсь, что так же на дне пятерки. Николай Цыпь, Юлия Куницкая с Регион 29. Свет увидел новые выпуски еженедельника «Правда Севера», и вот о чем можно почитать на его страницах. В Архангельске прошли два крупных форума «Судостроение в Арктике» и «Сообщество». О важных саммитах на поморской земле читайте на страницах еженедельника. В конце прошлого века Совет Судей России отстоял независимость судебной власти. Но какие вопросы по-прежнему остаются для судейского сообщества в числе самых актуальных? Об этом в интервью с Сергеем Китовым. Он возглавляет Совет Судей области с 2017 года. Болельщики дождались. На футбольных полях региона закипели нешуточные страсти. Начался 77-й чемпионат Архангельской области. О том, как стартовал очередной сезон, читайте в материале Александра Иванова. Дачный эксперт газеты Светлана Рупасова в этот раз расскажет, как правильно ухаживать за сельдереем, луком, чесноком, редисом, редькой и репой. Анна Рысенко и Нина Нянникова, актрисы драмтеатра, стали авторами проекта «Эко-невидаль». С актрисами побеседовала Евгения Колесник. В номере также самая подробная телепрограмма, афиша заметных культурных событий и другая интересная и полезная информация. Сейчас буквально на несколько секунд уступим место потребительской информации, а после расскажем, в каком детсаду Архангельска учат разделять мусор с измольства, а также почему с 73-го года не утихают споры, где родился мореход Семен Деженев. Не переключайтесь. Центр судоремонта «Звездочка» и туркомпания «Помор Тур» предлагают речные прогулки по Северной Двине. На пароходе «Колесники» Николай Васильевич Гоголь. На борту судна вы можете провести семинар, конференцию, корпоративные мероприятия и многое другое. В чайно-кофейной лавке «Самовар» традиционная распродажа. Три дня, 28, 29, 30 июня, скидка 33% на вкуснейший чай и кофе. Успевайте, порадуйте себя и своих близких. Это «Автограф дня». Благодарю всех, кто с нами. Как научить детей и взрослых к раздельному сбору мусора? Этой теме сейчас посвящено немало дискуссий. Однако и в нашем регионе уже есть примеры, когда северяне решили не ждать распоряжений сверху, а просто начали относиться к проблеме по-иному. Подробности далее. Под маской этого злодея-мусорщика скрывается огромное количество реальных людей, кто ведет себя так на природе, в городских улицах и даже в собственных домах. На его примере детям дают понять – вести себя так неправильно. Чтобы земля была чистая и воздух был чистый. Но просто убирать за собой сейчас уже недостаточно. Во главе угла – раздельный сбор мусора. В детском саду «Подснежник» ребятам в игровой форме объясняют. Бумага складывается в желтый контейнер, пластик – в синий, прочие отходы – в красный. Мы даже с малышами, когда проводим эту работу, они очень хорошо это понимают. Они даже учат своих родителей, что нельзя мусорить, нельзя оставлять мусор на площадках, на детских, в лесу. Они же выезжают с родителями на природу, и они должны обязательно это знать. А вот пример, как уже на уровне муниципалитета организован раздельный сбор мусора. В Шенкурске каждую первую пятницу месяца на рыночной площади стоит фургон. Здесь принимают макулатуру и пластик. Дополнительно по всему городу установлены 10 специальных контейнеров для сбора разных фракций отходов. Хоть у нас и сельская местность, не у всех есть возможность утилизировать бумажные отходы путем сжигания, а выкидывать их в мусорные контейнеры – это еще более усугублять и без того непростую ситуацию с мусором. Идея раздельного сбора появилась здесь еще в 2014-м. Но тогда не нашлось человека, чтобы взялся за ее реализацию. И только в прошлом году местный предприниматель и спортсмен-гиревик Александр Симушин организовал вывоз отходов. Этот весь мусорный холм, так сказать, можно отправить на вторичную переработку. Это пластика бутылки, канистры. Дадим, так сказать, вторую жизнь, чтобы они не заселяли нашу территорию. За полтора года Александр отправил на переработку только бутылок, около 30 тысяч штук. Это примерно тонна пластика. Сейчас идею раздельного сбора мусора поддерживают большинство жителей Шенкурска. Михаил Меньшенин, Дмитрий Черноусов, Анастасия Низговорова, Регион 29. Печальная новость не стала ветераном Великой Отечественной войны общественника Ольги Романовны Лизуновой. Ольга Романовна не раз становилась героем наших репортажей. Много лет она отдала работе во флоте. Прощание с Ольгой Лизуновой пройдет 28 июня с 10 до 10.30 в здании судмедэкспертизы. Это Самойла 21. Отпевание начнется в храме святого Мартина Исповедника с 11 часов. Похоронят Ольгу Лизунову на Соломбальском кладбище Архангельска. Историческая память как связь поколений. Серию проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, разработали в партии «Единая Россия». Некоторые из них уже реализованы. Все подробности прямо сейчас. В следующем году наша страна отметит 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. И подготовка к этой дате начинается уже сейчас. В оригинальном отделении партии «Единая Россия» запустили специальный проект. Благодаря ему к празднику приведут в порядок памятники военных лет. Под эгидой партии «Единая Россия» мы запустим новый партийный проект, который будет касаться подготовки благоустройства памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. А еще уже в этом году в рамках партийного проекта «Единая Россия» прошла акция «Диктант Победы». Ее участниками стали две сотни человек со всей области. Получить 100 баллов за тест по истории Великой Отечественной войны смогли трое из них. Я, честно, удивлен, потому что были такие моменты, как мне показалось, что они неправильно решены. Но когда что-то правильно, для меня это было, ну, у меня, так сказать, шок. Проект получил поддержку губернатора области Игоря Орлова и регионального правительства. Я очень рад, что этот проект состоялся, что он живет, и что к нему такое пристальное внимание. И количество участников, и победителей, все люди очень достойные. И то, что мы видим, это говорит о том, что сам проект очень правильный. Не только победный май 45-го останется в памяти, но и страшные дни начала Великой Отечественной. Бомбежка на Краснофлотском. Мы в окопы бегали, вот как за... Почему-то ночью все бомбили. И забомбят и нас в окопы. И все почему-то ночью. Окопа, темно. Заходят там дети, старики там все. Страшно, конечно, было. Страшно. В День памяти и скорби уже традиционно у мемориалов собираются старшие поколения и молодежь. В этот раз представитель партии «Идейная Россия» депутат Госдумы вручил детям войны памятные знаки. Сегодня очень многие хотят переписать историю. Поэтому вот проект партийный как раз нацелен на то, чтобы память о войне, она была именно той правдивой, которая должна быть. Сохранение исторической памяти у молодежи – одно из направлений партийного проекта. Для этого в «Единой России» создана специальная рабочая группа. Алексей Шемякин, Михаил Меньшинец, Светлана Михеевская, Регион 29. Ну а в Пинежском районе скрупулезно изучают историю четырехвековой давности. Краеведы хотят доказать, что именитый мореплаватель Семен Дежнев родом из этих мест. В том, что основание для этого есть, убедилась была Длена Романова. Выдающийся русский землепроходец и мореход начала 17 века – исследователь и путешественник Семен Дежнев, родом из одной из деревень Суэльского стана Волокопинежской волости. Волок свыше четырех километров безводного расстояния, по которому суда перетаскивались на лошадях или вручную людьми. Путь пролегал вблизи этих мест между Пинегой и Кулоем. Версию о том, что будущий покоритель морей Дежнев, родом из Пинеги, впервые выдвинул советский историк. В конце 70-х годов вышла книга Белова, исследователя, где он впервые указал, что Дежнев оказывается пинежанин. Наша задача, конечно, донести эту информацию, историю до нашего подрастающего поколения, чтобы не только и гордились, и знали историю своего края. На Пинежье сейчас ищут новые направления для развития туристического потенциала. И теперь экскурсантам рассказывают не только об уникальной природе, но и об истории водно-волоковых путей и об открытиях Дежнева. Имя Семена Дежнева, открывшего так называемый Берингов пролив за сто лет до того, как его посетил Беринг, требует дополнительных изысканий, дополнительных освещений, работы в архиве. Но использовать этот факт необходимо и с точки зрения воспитания у молодого поколения такого доброго регионального патриотизма, своей малой родине, пониманием того, что наша северная земля рождала таких мореходов. Как Волок-Пинежский во времена Дежнева, так и сегодня Пинега является естественным центром арктических территорий Архангельской области, где пересекаются исторические и торговые пути, сохраняются традиции культуры севера. Конечно, такая версия о том, что Дежнев или его семья, его предки родом из Пинежья, дает мне дополнительные какие-то интересные мысли о том, что важно сохранять это наследие, важно говорить об этом, тем более гордиться своими первоскрывателями. И мы думаем о том, что возможно создать какие-то общественные пространства, которые будут посвящены, которые будут использоваться для обсуждений исторического наследия, культурного наследия, обсуждений арктических вопросов. По словам краеведов, сегодня важно сделать качественное научное исследование о причастности Семена Дежнева к Архангельскому северу, чтобы имя великого мореплавателя было неотрывно связано с нашей землей. Владлена Романова, Дмитрий Черноусов, Регион 29. Все наши новости в группе Регион 29 ВКонтакте. Путь туда сейчас на экране. А я благодарю всех, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин